Май во всём мире месяц профилактики меланомы. Это очень агрессивная опухоль и важно распознать её на первых стадиях. Статистика тревожит. Заболеваемость этим видом рака кожи за последние десятилетия выросла почти на 40%. Как вовремя заметить злокачественное образование на коже? Возможно ли первичная самодиагностика, в чём она заключается и каковы главные факторы риска? Об этом поговорим с нашим гостем. Это заместитель директора по медицинской части онкологического центра имени Напалкова, хирург-онколог, онколог-дерматолог, кандидат медицинских наук Виталий Егоренков. Виталий Викторович, здравствуйте. Доброе утро, Дарина. Доброе утро, Михаил. Меланома чаще появляется на чистых участках кожи или она перерождается из уже существующих родинок? Как правило, это казуистика, когда меланома появляется на неизмененной коже. Как правило, существуют предвестники, это так называемые родинки, либо пигментный неос, который со временем под эффектом раздражения кожи, солнечных лучей солярия начинает изменяться и перерождаться в сторону меланомы. Но родинки есть у всех у нас, у кого-то больше, у кого-то меньше. Вот в каком случае, в общем, есть повод забеспокоиться, что нас должно насторожить? Как правило, есть предвестники, это 5 сателлитов меланомы, это те факторы, которые указывают именно на перерождение доброкачественного образования в злокачественное. И они укладываются, простите, в 5 первых букв латинского алфавита? Конечно, это А, Б, С, Д и Е. Да, вот давайте обратим внимание на плазму, у нас как раз метод распознавания меланомы, А, Б, С, Д, Е, здесь представлен. Да, и первый пункт это А, это асимметрия, когда само новообразование теряет свойство быть равномерным. Второй пункт это края, как правило, это изменение краев, то есть уже приобретает неровность краев, появляется изъеденность этих краев. Второй, третий момент, это уже непосредственно цвет. Да, и вот здесь как раз меланома является пигментным новообразованием, и образование начинает выраженно темнеть, то есть приобретает уже темный цвет. Второе, это, конечно, диаметр, то есть диаметр это увеличение в объеме вот этого новообразования. Как правило, 5-6 миллиметров увеличение образования, это уже свидетельствует пользу развития какого-то злокачественного образования. А если родинка изначально, вот, ну, с детства большая, например, то есть мы обращаем внимание только на ее рост в том случае, если мы понимаем, что оно увеличивается в размерах? Нет, и вот здесь как бы фактор эволюции, да, она растет и приобретает именно вот эти все признаки неравномерности, пигментности. Кожа над образованием становится тонкой, оно легко травмируется, появляется зуд, то есть вот это приобретение всех вот этих факторов, оно является предвестником развития злокачественного образования. По-моему, у нас еще осталась пятая буква. Последняя. Эволюция. Да. Эволюция. Вот это именно тот фактор, который идет с нами по жизни, когда мы с наличием родимых пятен, родинок, неосов, как раз подвергаемся внешним воздействиям, как раз родинкой приобретаются эволюционные свойства меняться. То есть все вот эти четыре закона, о которых мы говорили до этого. А может ли человек заметить у себя все эти признаки, да, вот посмотреть сейчас нашу программу или большинство из них, но при этом все равно это образование, этот невус или эта родинка является доброкачественным? Так может быть? Конечно, бывает и доброкачественное образование, которое обладает всеми этими свойствами, поэтому всегда осмотр дерматолога, осмотр онколога – это только предшествующий этап. Мы можем заметить и сказать, насколько у пациента, у человека есть риск образования меланомы. Но всегда подтверждающим фактором имеется удаление этого образования, и только после ответа гистолога, морфолога мы можем говорить о том, что имеется меланома. Если случайно сорвал родинку, например, когда брился или чесался, стоит ли беспокоиться и может ли это привести к образованию меланомы? Как правило, травматизация, конечно, является пусковым фактором развития злокачественного образования, да, и постоянная травматизация. Но в данном случае, когда имеется повреждение, врач не знает, с чем мы имели дело, только для вас известно, что было. В данном случае только ваши подсказки могут дать врачу понять, что делать. В таких случаях я бы все-таки рекомендовал, если имеется образование постоянно подвигающейся травматизации, просто его удалить и забыть об этом. А вот как правильно удалить родинку с точки зрения онколога? Вообще, насколько приемлем лазер в таком случае, насколько он безопасен? Дарина, здесь вот важный момент, что действительно только морфолог может сказать о том, что имеется патология кожи в объеме меланомы или не имеется. Поэтому нам нужен материал. Лазер дает прямой ожог и уже нарушается структура самого образования. Мы не знаем. То есть изучить его уже не получится? Конечно, Михаил, конечно. И только удаление можно... То есть вы не рекомендуете удалять родинку с точки зрения? Лазером ни в коем случае. А, даже так. Правильно ли мы понимаем, что люди со светлым типом кожи больше подвержены меланоме, вообще риску, чем смуглые люди? Конечно, это так. На самом деле они привлекают достаточно большой объем солнечных лучей на себя. И, соответственно, пигментация сразу начинает активно меняться. И любой ожог – это травматизация кожи. Большая площадь ожоговой поверхности. Конечно, это предвестники все возможного развития меланомы. Но во времени. Большое спасибо. Да, это действительно очень важный и очень полезный разговор. Спасибо вам за него большое. Спасибо, Дарина. Спасибо, Михаил. Продолжение следует...